Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что же, подходит к концу небольшой цикл наших лекций, посвященных Вселенским Соборам, которые были организованы библейским порталом «Экзегет» и редакцией православного календаря «От Пасхи до Пасхи». И сегодня мы поговорим о последнем, седьмом Вселенском Соборе, который был создан в связи с появлением новой ереси, как считали святые отцы, заключавшие в себе все предыдущие ереси. Это была ересь иконоборчества. И начало ересей иконоборцев восходит ко временам императора Льва Исаврянина, который издал указ, предписывающий выносить святые иконы из церквей, домов и даже сжигать их на площадях, уничтожать изображения спасителя, престой Богородицы и святых угодников, поставленных в городах на открытых местах и находящихся на стенах храмов. Народ возмущался, он даже стал препятствовать исполнению этого указа. И было несколько стычек народа и служителей церкви, исполнявших этот указ представителей императора. Но такие жесткие меры императорской власти быстро подавляли это возмущение. Император приказал закрыть высшую богословскую школу Константинополя, дабы лишить православных победоносного оружия в борьбе с иконоборцами, которые они извлекали из основательного богословского образования. Видным противником льва Исаврианина стал святой Иоанн Дамаскин, который, находясь за пределами римского царства, писал обличительные послания против иконоборцев и слова в защиту иконопочитания. Но, как мы знаем, искусной интригой льву Исавру удалось оклеветать православного подвижника. Ему отрубили руку. Но по молитве к иконе Пресвятой Богородицы, которая впоследствии стала называться Троиручицей, рука вернулась на свое место, и преподобный Иоанн Дамаскин продолжил восхвалять Бога в своих знаменитых богословских сочинениях и своей знаменитой гимнографии. Сын и преемник льва Исаврианина Константин Капроним не только не отступил от направления, принятого его отцом в отношении иконопочитания, но пытался воздействовать на иконопочитателей оружием богословской мысли и укрепить иконоборчество через созыв так называемого Вселенского собора. Почему так называемого? Потому что этот собор уже во время своего созыва был назван лжесобором, очередным разбойничьим собором, и не был признан ни в Риме, ни среди поклонников святых икон и ревнителей православной веры. Но, тем не менее, итогом этого Лжеселенского собора стало то, что иконы выбрасывались из церквей, сжигались, а мозаичные священные изображения затирались известью. И, кроме того, от икон Капроним перешел к гонениям на святые мощи. Например, святые мощи великомученицы Ефимии были осквернены вот этими иконоборцами и гонителями истинной веры. Надо сказать, что Константин Капроним сам писал богословские трактаты. В этих трактатах он обвинял иконопочитателей в ереси монофизитства и ереси нестарианства. Он спрашивал своих воображаемых противников, Что вы изображаете на иконе? Если вы изображаете человеческую природу Христа, то тогда вы нестариане, потому что вы отделяете человеческую природу от его божества. А если вы изображаете божественную природу, тогда вы монофизиты, потому что смешиваете две природы в одну. Но на это святые отцы, прежде всего упоминаемый уже мной преподобный Иоанн Дамаскин, уже дали достойный ответ. Потому что, как писал преподобный Иоанн, на иконе изображается не божественная, не человеческая природа, а изображается ипостась Господа Иисуса Христа. А ипостась, как мы с вами уже знаем из предыдущих наших встреч, это есть природа, но с характерными особенностями. На иконе мы и видим природу человеческую Господа Иисуса Христа, но с характерными особенностями. Таким образом, мы видим на иконе его ипостась. Возвращаясь к персоналистическому учению, о котором я уже говорил, нельзя ни в коем случае сводить ипостась к именам или самосознанию, потому что тогда на иконе пришлось бы изображать имя божества. И тогда мы могли бы на иконе изображать и Святого Духа тоже, написав на иконе красивым текстом «Дух Святой». И, соответственно, это была бы ипостась Духа Святого. Но мы знаем, что Дух Святой не воплотился, и поэтому изображать на иконе его нельзя. Константин Капроним также говорил о том, что образом Божьим является только божественная Евхаристия, святые тайны Христовы, и иконы не являются образом Божьим. Но святые отцы возражали ему наоборот. Никаким образом Божьим Евхаристия являться не может, потому что Евхаристия — это сам Бог, и Евхаристии подобает божественное поклонение. А вот икона не является Богом. И мы знаем с вами, что иконе нельзя воздавать божественное поклонение, потому что икона — это не Бог, но только образ Божий. А вот Святая Евхаристия — это именно и есть сам Бог. Ревностными защитниками иконопочитания были монашествующие, и поэтому Капроним воздвиг на них особое гонение. Он даже решил закрыть многие монастыри. И действительно, монастыри закрывались и даже разрушались. А иноки этих монастырей подвергались жестким гонениям. Приемник Капронима, Лев IV, не был столь ревностным поборником вот этой новой ереси, иконоборчества, и при нем иконопочитатели могли вздохнуть несколько свободнее. Жесткие гонения он не проводил. Но полное торжество икотопочитание случилось лишь при императрице Ирине, супруге Льва IV, которая и при жизни своего супруга тайным, правда, образом поклонялась святым иконам, а после его смерти, заняв престол, она вознамерилась прежде всего восстановить иконопочитание. И, возвратив из ссылки иноков, сосланных за иконопочитание, епископские кафедры предоставила защитникам икон. Ну и, конечно же, воздала должные почести и святым иконам, и святым мощам. Но, понимая, что для торжества православия необходим созыв нового Вселенского Собора, который, во-первых, дезавулировал бы решение псевдо Вселенского Собора, созванного Костатином Капронимом, а с другой стороны, утвердил бы иконопочитание и составил бы отдельный орос, посвященный почитанию икон. Патриархом святая Ирина поставила одного из ближайших своих сановников, святого Тарасия, который был, естественно, мирянином, но в очень краткие сроки прошел все степени церковные вплоть до поставления в Патриарха. И Тарасий был полностью солидарен с императрицей в вопросе созыва Вселенского Собора и даже поставил условием своего избрания на патриаршество созыв подобного Собора. Но Собор был созван далеко не сразу. Первая попытка его созыва была предпринята в 786 году, но иконоборческие императоры были весьма популярны в армии. И верная императорам иконоборцам воинская сила, солдаты, не дали епископам собраться, и произошло возмущение в столице. Тогда Ирина поступила более осторожно. Она, во-первых, удалила из столицы наиболее серьезных возмутителей спокойствия, а с другой стороны, собор было решено перенести в Никею, где он и состоялся в 787 году. На Соборе, помимо епископата, присутствовало достаточно много игуменов столичных монастырей, которые активно участвовали в обсуждении и даже подписали орос Собора вместе с епископатом. Это такая особенность 7-го Вселенского Собора, потому что ранее таких прецедентов, по сути, и не было. Это было связано с тем, что монашествующие, как я уже говорил, были наиболее ревностными защитниками иконопочитания. На первом же заседании Вселенского Собора был поднят вопрос о принятии из ереси иконоборчества епископата. Монашествующие, прежде всего, иноки Студийского монастыря, ссылаясь на послание святителя Афанасия Великого, полагали, что не следует принимать еретиков в клир, а необходимо навсегда лишить их сана. Но святитель Тарасий доказывал им, что этот запрет касается только первенствовавших в ереси и ссылался на разные исторические прецеденты, прежде всего, на пример святителя Ювеналия Иерусалимского, который был одним из главных деятелей на Разбойничьем Соборе, был во многом солидарен с монофизитами, но, тем не менее, был принят во время Халкидонского Собора в сущем сане и даже не претерпел никакого наказания, потому что покаялся в своей ереси. И, таким образом, святителю Тарасию удалось убедить монашествующих, которые занимали такую жесткую, очень строгую позицию, зелотскую позицию, и его мнение восторжествовало на Соборе, епископы и коноборцы были приняты в сущем сане. Обсуждение вопроса об иконах заняло три заседания на Седьмом Вселенском Соборе. И в это время рассматривались писания святых отцов об иконопочитании, и разбирались богословские аргументы иконоборцев. Кроме того, святые отцы приводили примеры из житий святых и сочинений церковных историков. Что же касается свидетельств в пользу иконоборчества, то Собор нашел их подложными, вырванными из контекста и даже принадлежащими еретикам. Ну и, наконец, на шестом заседании Седьмого Вселенского Собора были зачитаны деяния иконоборческого Собора. Их читал даже бывший участник этого Собора, это заименитые святителю Григорию, епископ Григорий Неокисарийский. Вместе с их опровержениями. То есть эти деяния были тогда же и опровергнуты отцами Собора. Ну а на предпоследнем заседании Собора был зачитан орос Собора, который звучал следующим образом. Мы, следуя учению святых отцов и преданию церкви и святому духу, в ней живущему определяем. Подобно изображению чеснага и животворящего креста, полагать во святых божьих церквах, на освященных сосудах, одеждах, стенах, досках, в домах и на путях, честные святые иконы, написанные красками, сделанные из мозаики и из другого вещества, иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, честных ангелов и святых преподобных мужей. Ибо чем чаще через изображения на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним, и к тому, чтобы честовать их лапзанием и почтительным поклонением, проскинисам по-гречески, не тем истинным по нашей вере служением, леатрия по-гречески, которое приличествует одному только божескому естеству, одному только Богу. Такое поклонение приличествовало и приличествует получению святых отцов, например, святой Евхаристии, которая, как я уже говорил, является самим Богом. Но почитанием по тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего креста святому Евангелию, прочим святыням, а именно через фимиам, то есть через кождение, через поставление свечей, как делалось это по благочестивому обычаю и в древности. Ибо, заключал собор, честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, выражение стителя Василия Великого. И поклоняющейся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. Итак, собор, следуя словам преподобного Иоанна Дамаскина, утвердил то, что на иконе изображается ипостась. Этот орос был принят, однако, не вполне однозначно на Западе, хотя представители Западной Церкви, легаты, как обычно, присутствовали на Соборе. Та причина, по которой необходимо изображать святые иконы, полностью разделялась Западной Церковью, а именно, как я уже говорил, чтобы через ображения на иконах взирающие на них побуждались к воспоминанию о самих первообразах и любви к ним. Это было совершенно бесспорно. Но вот относительно образа поклонения, возможно, вследствие нечеткого перевода были сомнения у представителей Западной Церкви, правильно ли Собор определил это поклонение, не есть ли здесь смешение, не есть ли здесь признание за иконами божественного достоинства. И поэтому вопрос принятия рецепции постановления Вселенского Собора занял в Западной Церкви определенное некоторое время. Он был не сразу воспринят. Ну, а что касается дальнейшей истории, то надо сказать, что иконоборчество через некоторое время возродилось, но, правда, возродилось не во всей своей силе, а вторая волна иконоборчества была бледной подобии первым иконоборцам и первой волне иконоборчества, и окончательная победа уже над иконоборчеством произошла в правлении благочестивой императрицы Феодоры 843 год. Это время мы почитаем как торжество православия, ибо был устроен торжественный крестный ход как раз в первую неделю Святого Великого Поста. Ну, и сейчас до сих пор первая неделя Великого Поста посвящена этому торжеству иконопочитания и вообще торжеству православия, потому что, как считали святые отцы, вместе с иконоборчеством побеждены и другие ереси и утвержден главный догмат догмат о Боговоплощении. Вот это торжество православия выражалось еще и в том, что иконы так вот открыто торжественно почитались почитались и императорами почитались на государственном уровне на уровне империи почитались всеми во вселенной. Ну, и на этом эпоха вселенских соборов закончилась и это, однако, не означает, что соборов больше не созывалось. Напротив, поместных соборов после этого созывалось достаточно много и они были с разным представительством. Иногда достаточно много архиереев присутствовало на этих соборах, иногда на этих соборах затрагивались и догматические вопросы, например, вопрос о божественных энергиях в связи с спорами паломитскими, так называемыми, это было уже в 14 веке, но, тем не менее, в православной традиции эти соборы уже не назывались вселенскими. Только в католической традиции продолжилась вот эта история вселенских соборов. После того, как империя пала в 15 веке, вопрос о созыве вселенского собора в общем-то и не поднимался серьезным образом, ну, мы с вами уже говорили, что вселенскость была связана с Айкуменой, с Римской империей, и вселенские соборы созывались императорами. Поэтому, когда православного императора византийского не стало, то, в общем-то, некому стало и собирать вселенские соборы. Ну, правда, был император в Москве, в Петербурге впоследствии, но все-таки нельзя сказать, чтобы греки полноценно признавали нашего императора за преемника императора Византии. Ну, может быть, на словах и признавали, но в своих внутренних сочинениях все же они писали несколько иное. Чем в тех постановлениях соборов, например, собора 1593 года, где вроде бы православный царь московский объявлялся преемником византийского императора. Но и вселенские соборы созывались все-таки по причине появления вселенских ересей. И, пожалуй, с этим тоже связано то, что эпоха вселенских соборов все-таки закончилась в IX веке, а не продолжилась дальше. Все-таки основные ереси были побеждены, именно вселенские ереси, и триодологические, и христологические, и те ереси, которые возникали впоследствии, они были скорее эпигонами уже осужденных ересей. это, пожалуй, вторая причина, почему вопрос о вселенском значении будущих соборов уже не стоял. Хотя были попытки объявлять какие-то соборы вселенскими, например, один из соборов во времена Стрителя Фотия был объявлен таковым, но церковь его таковым не признала. Ну, собственно, на этом хотелось бы и закончить цикл наших лекций о вселенских соборах. Это действительно отдельная эпоха, важнейшая для церкви, потому что именно в эпоху вселенских соборов были побеждены главные важнейшие ереси и было утверждено православие, православная вера и действительно православие восторжествовало. Так что, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, спасибо за то, что вы интересуетесь такими важными богословскими и историческими вопросами, и читайте побольше святых отцов, читайте собрание деяний вселенских соборов, и стойте вере православной. Кроме того, дорогие друзья, я хотел бы вам напомнить, что мои лекции построены на основании текстов календаря от Пасхи до Пасхи. поэтому вы, читая этот календарь, можете не только освежить то, что я вам говорил, но и найти там намного больше того, о чем говорилось на наших лекциях. Этот календарь очень скоро выйдет к предстоящей Пасхе, и я надеюсь, что этот календарь вам понравится. Спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры DimaTorzok